Виктор Золотов В своем видеообращении Золотов за клеветнические размышления в его адрес пообещал физически наказать Навального. Каждый из оппонентов уверен в своей правоте, поэтому в случае их встречи без крови точно не обойдется. «Давай, выруби его!» Однако, если данные расследования Навального недостоверны, то зачем Золотову было предлагать силовой способ защиты своей репутации? Было бы вполне эффективнее просто обратиться в суд, чтобы доказать свою правоту и обязать другую сторону публично опровергнуть информацию на том же информационном ресурсе. «Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!» Более того, я вообще не припомню, чтобы за последние годы на основе результатов расследования фонда борьбы с коррупцией Навального против людей, в отношении которых фондом проводилось расследование, возбуждались уголовные дела. Такая реакция Золотова на Навального, я думаю, только компрометирует руководителя Росгвардии. И все политические очки от шумихи вокруг этой истории получает только оппозиция. В то же время как-то не похоже, что Золотов подыгрывает Навальному. Сам оппозиционер, находясь в спецприемнике, не может дать комментарий происходящему. Однако жена главного оппозиционера России расценила обращение Золотова как реальную угрозу жизни членов ее семьи. Неизвестно, пытался ли глава Росгвардии своими действиями просто запугать оппонента, или он преследовал какую-то более глубокую цель. Но можно констатировать, что общественность с упоением переключилась на эту тему, забыв про увеличение пенсионного возраста, падение курса рубля и прочие ранее актуальные проблемы. Дуэлимания заклестнула многочисленных пользователей соцсетей, которые, недолго думая, вызвали Золотова на дуэли в различных видах состязаний, начиная со сдачи ЕГЭ по математике и заканчивая боями на подушках. А самым педантичным последователем Золотова стал депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов. Последний, оправдав мои самые смелые прогнозы, внес на рассмотрение Государственной Думы проект дуэльного кодекса. Мотивацией депутата стала забота о людях, поскольку последние уж больно часто стали друг друга вызывать на дуэли. А чтобы потом оппоненты не мучились с объяснениями в полиции, Иванов, видимо, решил узаконить эти дуэли. А если кого-то в результате дуэли случайно не станет, то получится, как в известной фразе Однако, дорогие друзья, я думаю, что дуэль не поможет решить вопрос, из-за которого спорят оппоненты, а лишь обеспечит их пиар, но в совершенно другой области. С одной стороны, конечно, приятно было бы жить в эпоху романтизма, но с другой стороны, неправильно же выяснять, кто прав только силой. Поэтому спор и пиар смешивать не стоит. Если только, конечно, государство не хочет узаконить преступность. Шутка. Подписывайтесь на канал обо всем с юмором, чтобы быть в курсе самых острых политических вопросов с долей авторского юмора. Спасибо всем за внимание. Пока.